Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего канала. Сегодня мы решили на живых и голодных клещах проверить три вида препаратов, которые клещи должны убивать. На сегодня это три самых лучших и самых эффективных средства. Обращаем внимание на то, что в данном случае мы не заостряем внимание на фирмах, которые под разными названиями производят эти средства, а именно рассматриваем разные виды химических веществ в разрешенных для использования дозировках. Эти средства продаются под различными коммерческими названиями, но самое главное это именно наличие действующего вещества в нужной дозировке. Итак, первое средство это альфа-циперметрин в дозировке 0,25%. Второе средство перметрин в дозировке 0,5%. Третье средство циперметрин в дозировке 0,125%. Заостряем внимание на том, что все эти три средства применяются только для обработки верхней одежды по инструкции в респираторе, резиновых перчатках и в хорошо проветриваемом месте. Перед экспериментом мы сразу расскажем, почему мы хотим, чтобы клещи у нас бегали по обработанной ткани именно в горизонтальном положении. Дело в том, что мы используем акарицидные средства, которыми обрабатываем одежду уже довольно-таки продолжительное время, более пяти лет и сколько раз мы не наблюдали, что на нашу одежду попадал клещ, он пробегал, как правило, по одежде, когда одежда расположена в вертикальном положении, не более пяти сантиметров, ну максимум десяти сантиметров. И соответственно, что происходило в этом случае? Клещ явно чувствовал химию и он первым делом старался убежать. Он, например, начинал бежать вниз в сторону, не вверх, а вот немножко как бы в другом направлении. И когда видел, что спасения нет, он просто складывал лапки и катапультировался вниз. Тем самым он или погибал, или спасался. Мы точно не знали, но мы видели, что средства, химия действует. И нам нужно было провести именно реальный эксперимент. Поэтому мы хотели заставить клеща пробежать по обработанной ткани, ну где-то расстояние от 10 до 15 сантиметров. И мы сознательно расположили эту ткань в горизонтальном положении. В этом случае клещ, даже если ему будет очень плохо, он не сможет катапультироваться и тем самым исказить результаты наших экспериментов. Мы хотим гарантированно заставить пробежать клеща по так называемому химическому минному полю не меньше, чем 10 сантиметров. От 10 до 15 сантиметров. Сразу скажем, что более длительные забеги мы даже и не планировали устраивать по химически обработанной ткани. Потому что мы более чем уверены, что при длительном воздействии химии клещ гарантированно погибнет. Нас интересует именно, сможет ли клещ выжить после контакта с обработанной тканью именно кратковременного контакта. Мы будем использовать три разных средства, которыми мы пользовались, о которых имеем свое мнение о каждом из этих средств. И тем не менее мы считаем, что каждое из этих средств очень действенное. Поэтому приступаем к эксперименту. Для эксперимента на трех кусках ткани мы нарисовали круги диаметром 7 сантиметров. Далее каждый из кругов мы по периметру промазали соответственно альфа-циперметрином, перметрином и циперметрином. Ширина обработанной части круга у нас будет от 4 до 7 сантиметров. Теперь нужно подождать несколько часов до тех пор, пока наши ткани полностью высохнут. Сначала тестируем ткань с альфа-циперметрином. Ткань полностью высохла, но жирные разводы от средства остались на ткани. Высаживаем в круг клеща и смотрим на его реакцию. Клещ сразу почувствовал запах химии и он ему определенно не нравится. Кровопийца резко активизировался и начал быстро бегать. Сначала он кинулся в одну сторону, затем в другую. После его начало шатать и он все-таки выбрался из круга. Мы клеща поймали и опять посадили в центр круга. В этот раз паразит уже действовал прямолинейно и почти сразу выбежал наружу. В результате он пробежал по обработанной ткани чуть больше 10 сантиметров. Все, этого клеща помещаем в отдельную емкость с надежной крышкой и высаживаем в круг второго клеща. Он немного посуетился и решительно бросился в одном направлении. Ловим его и опять высаживаем в круг. Клещу это не нравится и он явно не хочет слезать со спасительной палочки. Не пройдет этот фокус, ползи дорогой. В этот раз заметно, что клещ уже пошатывается и он явно теряет ориентацию. Тем не менее, клещ тоже выбирается. Этот паразит отправляется в баночку к первому клещу. Высаживаем в центр круга третьего клеща тоже два раза подряд. Клещ в первый забег довольно быстро выбрался из круга, а вот на втором забеге его уже прилично пошатывало. Помещаем третьего клеща в баночку к первым двум. Теперь состояние этих клещей мы будем отслеживать по часам. Все, с альфа-циперметрином закончено, теперь тестируем перметрин. Высаживаем первого клеща. Паразит немного посуетился в круге и смело бросился вперед на химию. Почти сразу ему стало плохо и он начал нетипично для клещей двигаться боком. Тем не менее, он довольно легко выбрался за пределы ткани, обработанной химией. Ловим его и опять запускаем в круг. Он не хочет туда идти, это хорошо видно. Клещ опять довольно быстро, но тоже как бы бочком выбирается за пределы круга. Ну что, этого клеща помещаем во вторую баночку. Берем второго клеща и садим в центр круга. Паразит явно чувствует химию. Клещ начинает двигаться вперед, но как-то медленно и нерешительно. Он постоянно щупает лапами ткань и ползет как бы бочком. В какой-то момент у клеща наступает резкая активизация. Он буквально задерживает дыхание и выбирается за пределы круга. Высаживаем его еще раз. Вот тут уже явно заметно, что клеща зацепила химия. Он стал очень вялый, замедленный и его движения уже не имеют координации. Паразит периодически останавливается и как бы перезагружает компьютер. Клещ так долго находился на обработанной ткани, что мы сами решили прекратить испытание и переложили его во вторую баночку к первому добровольцу. Высаживаем в круг третьего клеща. Этот кровопийца оказался сверхактивным и очень быстро покинул круг. Запускаем его второй раз и все повторяется. Третий клещ отправляется во вторую баночку. Эксперимент с перметрином закончен. Теперь тестируем циперметрин. Высаживаем в круг первого клеща. Этот кровопийца сразу почувствовал неладное и не спешит бежать. Наоборот, он начал очень медленно, как сапер со щупом, проверять перед собой поверхность передними лапами. У паразита уже заметны сутражные движения и видно, что нарушена координация. Вот так медленно и нерешительно, бочком клещ все-таки выбирается из круга. Высаживаем его обратно. Хорошо видно, что процессор у клеща перегрелся и он явно не знает, что делать. Движение у клеща судорожное и он полностью потерял ориентацию. Ладно, сами достаем его из круга и высаживаем в третью баночку. Он и так сильно надышался химией. Запускаем второго клеща. Этот кровопийца оказался сверхактивным и практически сходу он выбрался из круга. Правда, на конечном этапе забега его уже немного зашатало. Ловим клеща и высаживаем в круг второй раз. Хорошо видно, что клещ уже как пьяный. Его конкретно пошатывает и бежит он змейкой. Отправляем его в третью баночку. В круг запускаем третьего добровольца. С первой попытки клещ довольно быстро выбежал из круга, но как бы в конце споткнулся. Ловим его и опять опускаем в круг. Теперь паразит уже начинает терять ориентацию и как бы периодически спотыкается. Садим его в третью баночку. Все, эксперимент закончен. Теперь будем за клещами наблюдать. Смотрим баночку с клещами после альфа-циперметрина. Один паразит неподвижен, второй вяло двигается, а вот третий довольно активен. А как подействовал перметрин? Один клещ вообще неподвижен, второй едва шевелит лапками, а третий более активный, но торможение явно присутствует. Переходим к циперметрину. Один клещ неподвижен, а два других довольно активны. Можно даже сказать, что сверхактивны. Прошло два часа. Альфа-циперметрин два клеща обездвижил, а третий клещ вяло и судорожно двигается. Перметрин два клеща полностью обездвижил, а третий клещ едва шевелит лапками. Циперметрин. Один клещ неподвижен, второй бьется в конвульсиях, а третий небыстро двигается. Прошло три часа. Альфа-циперметрин два клеща неподвижны, третий очень вяло и судорожно двигает лапками. Перметрин один клещ неподвижен, а два других вяло двигаются, и у них нарушена координация движений. Циперметрин. Один клещ неподвижен, второй очень вяло двигает лапками, а третий весьма активен. Прошло 24 часа. Альфа-циперметрин два клеща погибли, а третий живой и при этом довольно активный. Перметрин. Кажется, что все три клеща дохлые. Пробуем их оживить дыханием. Ого, а ведь они все живые, вот тебе раз. Очухались после химии и неплохо себя чувствуют. Циперметрин. Два клеща живые, а третьего пытаемся оживить дыханием. Нет, он все-таки сдох. Результаты экспериментов. После проведенной серии экспериментов первое место у нас занял Альфа-циперметрин. Он после 24 часов убил два клеща из трех. Второе место занял Циперметрин. Он через 24 часа убил одного клеща из трех. И третье место занял Перметрин. Через 24 часа все клеща оправились от химии и остались, к сожалению, живы. Полученные данные нас искренне удивили. Мы совершенно были уверены, что победить в сегодняшнем эксперименте должен Перметрин с концентрацией 0,5%. Но оказалось, что он занял третье место. То есть все клещи после кратковременного контакта с этим веществом выжили. Порадовал Альфа-циперметрин из трех клещей два погибли, один остался жив. Учитывая, что клещ пробежал совсем непродолжительный отрезок по обработанной ткани, это очень хороший результат. Но самое главное, что нас несказанно порадовал Циперметрин в концентрации 0,125%. Мы сами лично предпочитаем использовать концентрат Циперметрина. Мы покупаем в магазинах Сатый Огород концентрат и Циперметрина, 25% обычно концентрат. Потом сами разводим этот концентрат с водой и получаем действующее вещество. И это вещество, как оказалось, очень хорошо воздействует на клещей. Но, к слову говоря, мы уже 5 лет обрабатываем одежду именно самостоятельно разведенным Циперметрином. И за это время нас еще ни один клещ не покусал. Поэтому все результаты, которые были получены, они нас с одной стороны удивили, с другой стороны порадовали. И самое главное, какой плюс эксперимента? Дело в том, что Циперметрин отстал от Альфа-Циперметрина совсем немножко. Но разница в цене у этих двух препаратов просто ошеломительная. Если Альфа-Циперметрин, которым нужно обрабатывать одежду в магазинах, стоит довольно-таки дорого, то концентрат Циперметрина, которым чаще всего обрабатывают территорию, стоит сущие копейки. И если мы самостоятельно разводим Циперметрин для обработки одежды, то мы получаем просто смешную цену препарата, которым можно обрабатывать очень много вещей, одежды. И стоимость близится практически к нулю. Полученные в результате эксперимента данные нас весьма порадовали. И мы считаем, что результаты этого эксперимента можете с успехом использовать и вы, уважаемые подписчики и гости нашего канала. До новых встреч, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok